Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о самых актуальных вопросах, которые задают нам наши клиенты, которые связаны с идентификацией животных в доильном зале. Итак, первый вопрос. Почему корова не считывается в доильном зале? Чтобы разобраться с этим вопросом, надо вообще понять, какая система считывания у нас работает. Это может быть либо ошейник, либо ушной чип. Прежде чем задавать вопрос, почему же всё-таки животное не считывается, нужно понять, что все животные имеют средства идентификации в зале. То есть, банально бывает зачастую так, что животное просто не имеет либо ошейника, либо чипа. Часть животных с ними, часть без. Поэтому, естественно, оно считываться в доильном зале не будет. Убедившись, что действительно каждое животное у нас имеет средства идентификации, мы уже можем перейти к дальнейшим исследованиям или расследованиям. Итак, убедились, что корова имеет либо ошейник, либо чип. Дальше причина может быть другой. Могут быть в доильном зале помехи. Помехи могут возникать от какого-то другого оборудования, радиопередающего или ещё что-то. Чтобы выяснить, есть ли помехи в доильном зале или нет, нам может в этом деле помочь отличный считыватель. Считыватель TrueTest. Там есть функция, которая позволяет нам увидеть, откуда идут помехи и присутствуют ли они в этом зале или нет. Если мы находим какие-то помехи, которые мешают нашему считывателю, здесь уже у нас есть несколько вариантов действия. Здесь мы либо устраняем источник этих помех, либо же мы просто пытаемся перенести антенну куда-то подальше, считывающую от этих помех. Итак, две причины, почему животное не считывается в доильном зале. Первая причина – это отсутствие у животного средства идентификации. Вторая причина – помехи, которые возникают из-за другого оборудования в зале. Вопрос номер два. Почему сам чип может не считываться в доильном зале? Здесь мы должны понимать, что доильный зал может работать на двух типах чипов. Это HDX, либо же это FDX. Чипы визуально похожи могут быть, отличаться визуально только толщиной, если мы обратим внимание, HDX чуть толще всегда, чем FDX. Если мы будем в технические нюансы углубляться, то в чипе HDX чуть больше медной обмотки, чуть мощнее антенна, поэтому радиус считывания чуть побольше. Но зал может быть настроен на один тип чипов. Это либо HDX, либо FDX. Если чипы присутствуют на животных и те, и те, то какие-то из них считываться не будут. Поэтому важно понимать, что вы покупаете только чипы, на которые настроен у вас доильный зал. Смешивать не надо. Зачастую чипы FDX, они дешевле, чем HDX, но на это некоторые закупщики клюют. Но важно понимать, что у вас зал будет работать на этих чипах. Если у вас зал работает на HDX, то FDX там работать не будет. И наоборот. В продолжении темы важно упомянуть еще один фактор. Если у вас антенна в доильном зале стоит справа на входе, то все животные, мы понимаем, что должны быть чипированы в одно правое ухо. Если же при чипировании у нас происходят ошибки, и случайно животное зачипируют не в то ухо, есть большая вероятность, что оно считываться на антенне не будет. Это тоже важно помнить и об этом не забыть. Следующий вопрос. Какая система идентификации в доильном зале лучше? Чипы или ошейники? Ответ очень простой. Та система, которая у вас работает хорошо, которая отлажена, отрегулирована и в которой нет сбоев. Но если осветить вопрос стоимости, естественно, чип более дешевый, в несколько раз дешевле, чем ошейник. Это более современная система, более гибкая. Более современные залы все по большей части сейчас строятся и выпускаются на чипах. Если говорить о ошейниках, их сложнее сейчас в текущей ситуации приобрести. Они дороже, но могут также работать неплохо. Поэтому выбирайте вы сами, что для вас лучше, более дешевый чип, либо же более дорогой ошейник. Еще один вопрос связан с тем, что многие считают, что чипы зачастую теряются из ушей у коровы, и поэтому животные не считываются. Давайте разберем этот вопрос. Во-первых, если чип установлен правильно, то он из уха никогда не потеряется, потому что им не за что зацепиться, он достаточно маленький и постоянно будет присутствовать с животным. Чтобы правильно поставить чип, нужно, во-первых, установить его в центр уха, между хрящами, не на край, с краю может просто корова его вырвать, чтобы он был в центре уха. Во-вторых, при установке чипа важно обратить внимание на одну деталь. Наш с вами аппликатор, биркователь стандартный, у него есть такая вот вставка. Вставка, это нужна для установки бирок, чтобы правильно установить бирки. Мы фиксируем бирку здесь и она зафиксирована плотно, сидит в аппликаторе. Но для установки чипов нам нужно эту вставку пластиковую удалить, для того, чтобы чип жестко сидел и не выпадал. Именно если мы удалим эту вставку, будет правильный угол для фиксации чипа и до конца будет дощелкиваться гвоздик. Это тоже очень важный момент. Если гвоздь дощелкнут не до конца, то чип может выпасть. Важно до конца дощелкивать. Для этого использовать правильный биркователь, правильную технику биркования и, естественно, не забывать ставить чип в одно и то же ухо. По ссылке в описании вы можете перейти и узнать, какие биркователи подходят для каких видов бирок чипов и найти всю информацию об этом и узнать, естественно, где можно купить такие хорошие биркователи. Немного отличимся от дальнего зала и просто поговорим об идентификации именно визуальной бирки. Зачастую нас спрашивают, как правильно, как лучше вешать в одно ухо бирку или в два. Естественно, ответ очень прост. Вешать бирку нужно в два уха, чтобы обеспечить максимальный угол обзора, угол обнаружения этого животного. Если животное стоит левой стороной, а бирка у него висит в правом ухе, естественно, чтобы сотруднику фермы опознать это животное, ему нужно как-то с другой стороны подойти. Поэтому, если бирки висят в двух ушах, бирки висят не одинарные, а двойные и сзади, и спереди, соответственно, наш сотрудник увидит животное, найдет его и правильно его полечит или что-то другое с ним сделает. Очень часто наши клиенты просят вместе с основным номером нанести на бирку QR-код. Это для того, чтобы исполнить требования, какие-то региональные требования, бенцельхозы и так далее. Мы делаем принципиально этот QR-код максимально маленьким, потому что понимаем, что целесообразность его нахождения на бирке отсутствует. Этот QR-код зачастую никогда никто не читает. И считать его просто невозможно, когда бирка установлена на корове. Я видел много различных бирок и часто в некоторых регионах этот QR-код печатают достаточно большим. При этом съедая место на бирке и основной номер получается очень маленьким. Это очень плохо, потому что QR-код этот там не нужен. Это четкая наша официальная позиция, что QR-код на бирке бесполезен. Давайте подведем итог всего вышесказанного. Если у вас возникают вопросы связанные с тем, что животное плохо считывается, не считывается, очень часто задают вопрос о том, что почему чип не считывается и так далее, вы можете смело обращаться к нам, можете писать вопросы в комментариях к этому видео либо в наших соцсетях. У нас очень большой опыт с этим работы и зачастую проблема решается очень просто, просто корректировкой каких-то настроек или же каких-то простых простыми действиями, без больших инвестиций, без каких-то трудозатрат. Поэтому обращайтесь, мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Редактор субтитров